Петр Порошенко против введения на Украине военного положения, сообщили в пресс-службе президента республики. Вот некоторые аргументы, которые он привел на встречу с депутатами Верховной Рады. Государством в состоянии войны МВФ не дает денег, сказал Порошенко. Также запрещены поставки оружия, продукции, двойного назначения. А нам, цитирую, надо выиграть войну. Кроме того, военное положение предполагает противоположную сторону. Ее могут поддерживать и другие государства. Она защищена международным правом. И еще Порошенко озвучил главную цель Киева. Чтобы мир признал самоправоразглашенную Юго-Восточной Республики террористическими организациями. А любую им помощь преступлениям против человечности. Каждый день в эфире РБК специальный проект лица украинского кризиса. И сегодня в центре внимания президент соседней республики Петр Порошенко. Украинский кризис. Действующие лица. Кто стоит за принятием решений? От кого зависит, чем и когда закончится противостояние? Специальный проект РБК. Петр Порошенко, 48 лет, пятый президент Украины. Его смело можно назвать воплощением американской мечты по-украински. В 90-е нашел золотую, вернее шоколадную жилу. Но уже тогда понимал, нельзя делать ставку на что-то одно. Его бизнес-империя включает не только кондитерскую корпорацию «Рошен», но также несколько судостроительных заводов и пятый канал украинского телевидения. Взлет политической карьеры связан с Виктором Ющенко. Порошенко был не только спонсором его избирательных кампаний, но и верным соратником во время Оранжевой революции. Правда, обещанный пост премьера достался более харизматичной и обладавшей на тот момент более весомой электоральной поддержкой Юлии Тимошенко. Вторая попытка завоевать признание Майдана в декабре 2013-го тоже оказалась провальной. Порошенко освистали. Но уже в январе 2014-го картина меняется. Миллиардер, наравне с остальными оппозиционными политиками, активно участвует в низложении Януковича. И Майдан приветствует Порошенко овациями. Мы должны добиться исполнения требований, выдвинутых на переговорах с президентом Януковичем. Ни один украинский политик, в том числе Порошенко, не действует без оглядки на больших братьев, будь то Россия или Запад. Соединенные Штаты определили своего фаворита задолго до президентских выборов, еще в феврале. А Викиликс даже утверждает, что Порошенко долгое время был информатором американских дипломатов. Эксперты не питают иллюзий насчет его самостоятельности. Порошенко, имея все возможности, и за месяц, и за полтора до президентских выборов влиять на ситуацию в стране, я даже не делал попыток каким-то образом повлиять на политику, проводившуюся Турчиновым или Яценюковым, а потом продолжил ту же самую политику. То есть они фактически являются там фигурами на шахматной доске. Можно спорить, кто из них пешка, а кто из них слон, но это не так важно, потому что передвигаются они одной и той же рукой и сами, по сути дела, ни на что не влияют. Курс на Вашингтон превалирует настолько, что Порошенко иногда позволяет себе игнорировать Евросоюз, как будто он туда и не стремится. Многие называют его человеком компромисса, который всегда пытается договориться. Сратник Ющенко даже был министром в правительстве при президенте Януковиче. А во время нынешнего кризиса он единственный решился прилететь в Крым на переговоры. Сейчас же он вынужден маневрировать между большим количеством политических группировок. Само собой, что ему приходится считаться с позиции Соединенных Штатов Америки, потому что без поддержки американцев он вообще не удержится на своем посту достаточно долго. Это понятно. Вообще говорить, что он, как вот некоторые говорят в Москве, что он там марионетка, что он как бы ничего сам не решает, это неправильно. У нас есть, у нас такая политическая культура, что человек, который занял пост президента, как бы там ни было, он человек очень влиятельный внутри страны. И он очень многое может. Но пока не решается, поскольку не может пожертвовать никем из своих союзников, будь то Вашингтон, Брюссель, местные радикалы или олигархи. И поэтому Порошенко рискует войти в историю, как президент, при котором развалилась Украина.